Застукать нас не сложно, и не от кого-нибудь для этих проблем. Теперь позвратимся к вашей работе. Я вам не случайно говорил про Малашина. Сами посмотрите, можно ли что-то из этого материала сделать под названием «Отношение». Это всё. Я бы сначала о чём. Составить вы уже будете, потому что режиссура, которая была от него, она не пойдёт. А вот несколько вопросов, если вы встали. Какой сетиль он снял? Он никак не снят, только разговор шёл об этом. А ещё ничего не было? Ничего не было, потому что чистого листа. Когда вы войдёте на мой форум и зарядите слово «Малашин», себе запишите где-то. Я запишу. И когда Малашин, и тогда какой он составлял предварительная режиссура фильма… А Малашин пришёл сюда, с вами поговорил… Не сюда. Мы сидели в гостинице «Барнаул». И там обсуждали. После того, как тот первый фильм, «Второе крещение Руси» или «Глаз вопиющего» уже вышел. Уже по стране, по телевидению, центральный фильм. Это его фильм. А? Это его фильм. Его фильм. Он онлайн стоит на форуме. Всё понятно. На сайте. И там дальше какая режиссура была составлена, там «Патриарх», там «Зоя Крахманика», там всё у него составлено. Как он видел? Хорошо. Теперь тот фильм сделан. Значит, дальше он приехал, или вы договорились о фильме номер два? Мы разговаривали только что. Он понимал трудность этого фильма. И он говорил, он, будучи православным христианином, он готовился принять крещение. Да. Потому что у нас крещение, кто готовится принять, у нас от трёх до пяти лет подготовка идёт. Да. Этого нигде во всём мире нету полторы тысячи лет. И сегодня нету. Но это по канонам основано. Люди в церковь пришёл, деньги заплатил сколько? 300-500. Ладошка мокрая по голове. Всё, платил. У нас не так. Вот я веду занятия в университете. Люди ходят. Вот он, человек видит, всё понравилось. А можно мне у вас побыть? Можно. Ратрешаем. Но только сначала мы к вам домой сходим. Проверим. Запишем. Теперь он говорит, мне очень понравилось. Я понял, что без крещения нет спасения. Надо крещение с полным троекратным погружением. Хорошо. Давно ходишь? Второй год. Так, с кем знаком? Да, я со всеми знаком. Найди двух очень близких людей. Вот его. Это поручители. А они теперь за тебя ручаются. И теперь он пишет заявление. А для слова Божия нет уст. Там должно быть заявление, как пишется. Я такой-то. Сознательно принял Иисуса Христа. Хочу принять правильное крещение по канонам Святой Православной Церкви. И вот теперь он готовится. И потом приезжаем. Вот нынче, 10 июля, будет крещение по деревке. А накануне, 9-го, у нас утром будет здесь собрание. Ну, у нас церковно-приходской совет, 10 человек. И два поручителя, 12. И вот теперь о нем он сначала о себе рассказывает. И о нем теперь то, что было. А батюшки, как правило, нет. Теперь мы эти данные голосуем, допустим, 5 на 7. К батюшке несем. Но наше вот это голосование не носит только рекомендательность. Батюшка самовладно решает. Он абсолютно самовладный. Ладно. Его допустили до крещения. Он крестится завтра. У него два поручителя-восприемника. Это вы все увидите в фильме. Хорошо. Это в том фильме. В том фильме. Теперь. Вопрос. Теперь? Ну, давайте. Значит, он приедет сюда, да? Малышенко, он умер, я говорю. Погиб. Он погиб. Потерял за вис. От чего погиб? Он что-то уже отснял. У нас был потерявки. Но студия не отдает. От чего погиб? Я заново начинаю говорить. Нет, не надо заново. Он был единственный режиссер, который ездил с патриархом Алексеем Вторым по всей России. Да. И ждали фильм за патриархию. А он его так поставил. Я это помню. Вот. И патриархия страшно его возненавидела. И когда он был в Москве, у него сожгли дачу со всеми, которые у него были материалы. И жена говорит, он упал и как там катался в Москве. И когда он вернулся, а мафия церковная это пострашнее, чем... Какая? Криминальная. Куркозный остров. Это пострашнее еще. Да вы что? Это комсомольская правда пишет. Самая страшная мафия в России это церковная. Вы еще ничего не знаете, выходит. Это в центральной армии отрифакции. Я знаю про другу. Откуда мне знать такие... Я говорю, это самая страшная мафия церковная. И вот теперь он едет в Шушенское или не Шушенское там... Так что, Кирилл наводит эти бангруппы, наверное... Там все есть. И прикрытие там, и своя разведка, и контрразведка, и все. Церковь, блядь Япония, это 5-й отдел КГБ. Да, ну да, да. И вот он едет, заканчивает фильм Шушенское вест там где-то. Да, да, да. И там его находят мертвым в гостинице. Так. Ему примерно было 54 года. А диагноз как... Он здоровый, крепкий. Вот есть слово такое интеллигент. Ну, в смысле, следов насилия нет ничего. Ну, я не знаю еще подробностей. Но факт тот, что он ужас. Ну, потому что бывают здоровые люди... Бывают здоровые. Поэтому я ничего и не сказал. Но я говорю предыдущие, когда он ко мне приезжал, он говорит, лютая ненависть от патриархии к нему за это. Что он фильм так поставил. Вот патриарх говорит, а сразу я говорю. Потом говорит патриарх, он слепил так. То есть получилась стыковочка. Да. Я не знал, что патриарх он так сделал. Я этого вообще ничего не знал. От меня никак это не зависело. Что получается? Он тогда погибает. Но я узнал, он перед этим сказал. У него были отснятые какие-то материалы. Что-то вы делаете. Вот это. Оно находится на забирской студии ОПИ. Лучше считать ничего нет. Но материал, как, что составлять, я давал. И он говорил, если мне снимать, то вместе с соглашенными я должен выйти. Вот есть такое слово интеллигент. Я к нему относил, к этому инженеру Малашину Юрию Николаевичу. Может, в единственном числе. Это настоящий русский большой интеллигент. Это такой крупный, здоровый мужчина. Он не пузатый был. А он ровный, весь такой. Ну, увидите там на снимках, везде его. У него глубокие знания. В одном фильме он снимал преображение. Это четвертый фильм, в котором я принимаю участие. И вот теперь, когда мы стали рассуждать оглашенные, извините, это моя задумка была. Я хотел составить... Ну, я что, я ж не режиссер. Но как это будет выглядеть? Что с чем, где снимать, что стыковать? Значит, вы составили некий план. Да. План, который является некой такой... Ну, небольшой, как сказать, на живую конструкцию. На которую нужно наращивать. Нарачивать, да. Реальный живой материал. Никого больше с тех пор никто не брался. Кузнецов, которого фильм он снимал обо мне «Златоус потеряйки», первое место в России, Причуссия, мировой там взял. Он не берется за это. А какой, я говорю? Чего? Я не верующий. Ну, то есть, он признает, ну, может быть, как вы, вот так. Я признаю, Бог есть, больше нет, и все. Так. Вот. Но он очень такой... Он работал в последнее время в отделе культуры Алтайской администрации. Кузнецов Владимир Сергеевич. Который вот эти престижные фильмы. Так. Но он даже не прикоснулся. И мне не взять. Он говорит. Он говорит, этот фильм не взять. Он ощутил тяжесть его. Этот фильм будет очень, очень важным для всей России. Значит так. Давайте следующее. Если вы выгнете в суть, вы выгнете в суть. Вы до сентября еще три раза приедете. Так. Давайте так. Давайте так. Так. Сюда давайте. В тени сядем. Так. Готово. Еще. Вот сюда. Значит. Следующее. Вам может сказать основные конструкции? Так грубо говоря. Пока не надо никаких конструкций. Потому что все это имеет, все это должно иметь какую-то, ну, какую-то перспективу. Поэтому сейчас я могу говорить в тех выражениях, за которые могу отвечать. Смотрите. Я здесь буду. Все будет в порядке. Оговариваюсь. В нашем деле очень трудно быть стопроцентно соответствует. Потому что это всяко бывает. Я очень хочу в сентябре месяце оказаться здесь. Что здесь? Оказаться здесь. Здесь, да. Ну, в Барнауле. А потом, да. В Барнауле. Ну, и справа будет. Да. А то, что я не расслышу, потом... Я приеду, да. Я приеду еще со своей женой. Которая выдающийся человек. Она психолог. Да. Она просто... Вот. Теперь. У нее алтайский ход. Ее бабка. Родом отсюда. Они и сказали. Теперь. Она хочет что-то такое еще поискать по своей родословнице. Значит, приедем. Судя по всему, на пару недель не более того. Значит. Далее. У меня есть главная задача. Которую я к этому времени уже что-то должен сделать. Запомни, ты такая сцепляешь. Жить будешь у меня. В лагерь. Я тебе выделю отдельную комнату. Дело не в этом. Мне надо жить там, где я могу... А это так раз 130 за самое место. Ну, сейчас... Да, не могу сказать. Скажу, когда буду здесь. Дальше. Значит, дальше. Я думал и планировал, может быть, такую возможность. Параллельно вместе с фильмом, если алтайское фермерство или организация тоже захочет в этом сотрудничать, может быть, сделать на фермерство и алтайское. Такой проблемный фильм. Ты просто раз, два, три открыли рот и начали что-то говорить. Такой проблемный фильм. На примере Алтая о фермерстве, положении фермера, о отношении к фермеру, государстве и тот или и тот. Ну, это может быть, может не быть, это зависит от того, насколько мы, говорят, мои возможности и организационные возможности этой организации совпадут, насколько это будет их предложение. Это два. Значит, сейчас я услышал еще одно предложение, ну, подумать о такой работе. Значит, ответить на этот вопрос я смогу только в сентябре. Сейчас я ничего говорить не буду. Ну, вы хотя бы понять, ухватите, о чем речь-то идет. О чем я речь с удовольствием? Ну, вам-то надо иметь железного союзника, а не просто уши, которые... Да нет, конечно. Да, железного союзника. Пока я таковых в данный момент являться не могу. Я вам сейчас ответил, я говорю, Долгове, он мне не враг. А вы говорите, да это не то слово. Это такой человек там расположен. Но я не перешагнул грань. Понимаете? Да. Значит. Еще добавил, я считаю. Нет, я считаю, что я... Что Евгений Долгов мне не враг. Ну, хорошо. Теперь дальше. Тут многое решится от того, что я сделаю до сентября по той основной задаче. Потому что, если я смогу ее хотя бы в черне выполнить, то я должен это сделать. То есть, вот эту общую какую-то... Черновить сделать эту работу. Тогда у меня немножко будет развязана рука. Если вдруг еще возникнет тема с фермерами, тогда тем более я могу, как говорят, параллель некоторую совместить вот эту документалистику и этого, и этого рода. Понимаете, да? То есть, я смогу этому уделить время. Стало бы и вам тоже. Значит. Техника у меня есть двое. Персонал мой остался в Армидии. Не расстался. Они остались там, где и в других работах находятся. Значит. Даже если мне скажут, давай, то я должен набрать команду и так далее, и так далее. Приехать сюда. Значит. Вот я нахожусь пока в нескольких таких неизвестностях. А главный вот этот. И обняты вы? Вы, понятно, говорите. Ко мне, значит, просто хотели режиссер. Еще есть такой Золокухин артист. И он приехал вот сюда. Ну вот приезжал. Он ко мне приезжал. На домой у меня был. Вот он. Валерий Сергеевич. Да, Валерий, да. Крепкий парень. Он тут в вашей области может очень много. Нет. У меня сейчас знакомый. Вы с ним знакомы, Валерий? Да у меня был он на дому, там где молился. У меня снимки с ним. А. И я ему такое сказал, что ему сильно не понравилось. Ну. Он там храм построил. Я говорю, не храм, который строят, а здесь храм строить надо. Обидели. 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 Ваня родился, внебрачный ребенок там. Плюнули в душу золотую. Да. В золотую душу. Да. Ничего я не плевал. Я ему сказал, что если ты считаешься христианином, ты должен жить не блудно. Только что родился там блудный. Сын у него Ваня там артистский какой-то. Слушайте. Ну, как-то берегите... Грешные кадры. Кадры. А то вы их слишком судите. Я хочу сказать. Он артист, понимаете? Ну, артист, артист. Лицидей. На суде Божьем он будет стоять как обыкновенный смертный человек. Ну, пусть стоит. Не просто стоит. Я Женя рассказал, анекдот вам перескажу. Пока ставьте его. Хороший один. Не надо пока. Вот смотрите. Вот вы начали сейчас говорить. А они ко мне привезли артиста этого, кинорежиссера Ямщикова. Слышали? Они у... Яшминев. Яшминев. Вот. Он там какой-то по Павловскому, не Павловскому какой-то этот... Зминогорский тракт. И там заключенные строили. И он пришел взять у меня интервью. Но я ему все расстроил. Я отвечаю вам нестандартно. Я отвечаю так, как оно есть. Я говорю, вы можете опровергнуть? Нет. Это пришло... Эта чума пришла вот откуда пришла. Почему мы оказались в ГУЛАГе? Вы еще не понимаете. Вот нынче открыли памятник репрессированным. Называется Прощание. Это первый памятник в России. Первый на эту тему. Четыре с половиной метра высотой. Связан на луке у молодого отца. И сынишка его обнял. Прощается. Двадцать лет ушло на эту подготовку. Ну, это писали в центральной газеты. Телевидение на центральной площади в Барнауле. Старого базара. Я видел его, да. И когда он у меня решил там брать интервью. И вставить там свое... Я говорю, это не пройдет. У вас не пройдет. Почему? А почему эти репрессии возникли? Давайте мы копнем маленько раньше. А вот оно как было. А вы берете только макушку. И когда мне интервью брали там на репрессированных, я говорю, я оказался в тюрьме. Но выходя из тюрьмы, я сказал, как Солженицын, благословляю тебя тюрьма. Конечно. Ты меня сделала таким, кто я есть. Я бы другим. Конечно. Конечно. Не будьте не прокляти коммунисты. Я виноват. Они пришли на той волне, которую мы разогнали. Конечно. Безусловно. Они пришли, чтобы всю эту церковную гниль смести и начать все снова. Да, безусловно. Вот. Теперь, вы стали говорить о фермерах. Я согласен. Я основу скажу. На Жене тут вам опереться очень крепко может. Вы должны. Должны бы, если бы я вас знал. Я просто сказал бы, обязаны. Это вы... Это вы... Как это вы... Я дерзаю. Мы общаемся, вы ничего меня не знаете. Я не знаю. А я вас знаю уже. Видите, я сколько... Я говорю, что я боюсь вас обидеть. Вот как вы смысл не знаете. Да и бежайте, господи. У меня самолюбия нет. Он мне доказывает. У меня самолюбия нет. Я вообще... Ладно. Ну, слушай, Карен. Я хотел рассказать. Смысл будет иметь... Ну, учтите, это бред. Вот это, что фермера будешь ставить, если ты буквально впереди маяк зажжешь. И показать. Идет целенаправленное уничтожение сельского хозяйства в России. Чтобы сделать нас рабами Запада... Вы знаете, если речь идет о документальной картине... Безусловно, да. Безусловно, да. Надо вот это... Мы что терпим? Такие унижения от правительства. Для какой помощи? Сколько горючего стоит уже сегодня? Вы знаете... Безусловно, если речь идет о проблемной картине, проблему надо вскрывать. Да. Если речь о художественном фильме, то художественном фильме надо оперировать человеческими судьбами. И слабыми судьбами. Дерументально это вот... Это не только одно. Это надо оперировать другими матерьями. Образы... Это то, что называется... Обработка, и тебя в ума хватит. Документально. Не выдумка. Конкретно. Уменьшается все время. Помощь никакой нету. За сколько стоит дизельное топливо сейчас? 23 рубля. Шелесту почем по 8 продавали? По 4. Это хорошо. Это же разбойники. Вы знаете, это я уже туда... Вкатил, да? Вкатил, вы что? Я уже... Это когда считаешь, веришь, нет. Я не пергар. У меня внутри все горит огнем. Вы знаете, здесь есть другая... Это Шингисган, Витлер не делали этого. Это рефлексия. Все правильно. Это вот первый слой. Но если вы хотите проблему... Ну да. Нырнуть. Над бытом, над реальностью еще есть дно. Значит у нас возникает неизбежный вопрос. А почему? А почему это так происходит? В какой логике? Вы должны вскрыть логику этой проблемой. Почему так получается? Вот это забой Черномырдина. Хотели как лучше? Получилось как... Это же закон. Да. Почему у нас получается? За него это 500 лет назад еще говорил. Почему у нас так получается? Что за робот? Что за закономерность? Когда вроде бы хотим, чтобы было бы хорошо, а получается, извините, полное ублюдение. Ублюд, скорее раз, ублюдение через год. Почему? Вот если мы ответим на причинный вопрос, то следствие не обладают... А Евангелие отвечает. Я отвечу вам на это вопрос. Да. Открытие не от Бога. Это беззаконие ваше. Я сказал бы позже начальников, но не нашлось. Вы знаете, этот ответ может быть для верующего человека вполне достаточно. Для государства... Нормального и, в общем-то, такого достаточно вульгарства. А это вы не ответите. Другого ответа просто нет. Его нет другого ответа. Другая ответа. Нет его. Другая ответа. Давайте скажу какой. Говори, он временный какой-то. А что вы хотите сказать? А что для меня такой? Ну, беспокойствие было. Русская элита. Варянская. Потом амунистическая. А сегодня вот капиталистическая. Была врагом своего народа. Ну это так. Раз. Она издавала свою страну. Почему именно? Врагом она была. А вот теперь врагом. Почему? Ага. А это отдельный вопрос. Почему? Почему там не отвечено еще? Есть тоже очень простой ответ. Какой? Потому что, если ваша элита, понимаете, отчущена от своей культуры. Что значит разговаривать в России на французском языке? Вы можете себе такое представить? Вы англичанин говорил бы по-русски и ходил бы в кафтане. Нет, а? Или называл бы свои там улицы какими-то такими, или свои магазины там русскими такими буквами. Ну, то есть российская элита, к сожалению, была не укорененной, была подражательской, была ложной. И вопрос это не вера, это вопрос государства. Государство такую элиту создавало. Еще одну вещь, еще дальше. Все, отвечайте, все правильно, но глубже, причина глубже. Вы знаете какую простую причину? Откуда прописка пошла? Откуда? Откуда? Вот откуда? Русский человек, но татар, был свободным человеком, никакого феодализма в России не было. Был свободный хлебопаджец, сам себе рубил лес, сам себе спахивал, сам себе жил и так далее. И князей приглашали на престол, как директоров заходов. Приглашали, иди сюда, Александр Невский, будешь здесь княжесть. Собирал налог, дружину держал, защищал. Гул охранное такое предприятие, назывался князь. Приходят татары. Что делают? Татары умные оказались. Они понимают, что в этих лесах миллионы человек заблудиться, просто плюнут. Они садятся в Орду, в Астрахани свою, и дают паспорта. Прописывают кого? Они понимают, что народ прописать нельзя. Прописывают князя. Князь сидит на ярлыке, на паспорте с пропиской. И татары приходит к князю, а не к народу. Полная свобода, народ свободный. Это называется у нас иго. Народ свободный, а князя уже нет. А князь прописан. Теперь князь сидит, покуда татарин этого хочет. Никаких уже выборов нет князя. А народ ходит. Дальше. Дальше пошли. Татарин еще одно правило устанавливает. Он имеет право прийти в русскую семью и зачать своего ребенка от русской женщины в русской семье. И этого ребенка называют отчеством татарина. Вот в семье есть Иван Иванович. Папа Иван. А есть еще Иван Русланович. Папа Руслан. От одной мамы. Вот эти полукровки на Куликовом поле и побили своих папаш и все остальное. У них была русское тело, а еще татарское, потому что на это дикость. Это вы откуда все взяли-то? Постойте. Рассказываю дальше. Рассказываю дальше. Если интересно. Если не интересно, то закрываю. Значит, второе. Значит, эти полукровки, вот такие шукшины, они такие немножко татарским глазами. Вот они отколошматили на Куликовом поле. Ага. Татар выгоняем. А нашим-то князьям это очень понравилось. Можно, оказывается, народ свободный прописать. Они начинают ограничивать. Чук-чук-чук. Чук-чук-чук. Юрий в день потом отменять. А потом господин Петруша, наш Петр Великий, он вообще говорит, все, ребята, хватит. Никаких дырщелей. Будете. И вводит по местное наследование. Он давал ведь дворянину на прокорм эту землю и этих христиан. Да? Ну, они там в ограниченном виде своем существовали. А потом передает этот уже воин там дворянин. Может уже своему ребенку передать. И тогда лерки закрываются. Человек становится рабом. Екатерина это рабство еще это делала за дело. И доехали до 1861 года. Русская элита поняла на своем собственном народе. Он терпеливый. Можно ехать очень далеко, но не бесконечно. Потом эти ребята, которых бежали в рабцию, ну, немножко осерчали. Извините. Парень, помещик приходит, извините. Надо девочку отдавать замуж. Первую ночь с барином. Что это такое, ребята? Совсем уже с ума сошли? А они христиане, якобы. Понимаете? Православные, якобы. Да еще здесь церковь стоит и еще священник при всем при этом безобразии. Вот. Конечно, они оборзели. Вот. Теперь дальше. Пришли, этих ребят скинули. Ну, правильно сделали. За грехи. Наказание-то есть. Божие какое хотите. Моральный-то закон есть. Замечательно. Пришли, скинули. Женовые ребята, казалось бы, из низов. Ну, правда, с небольшой жидинкой. Значит. Пришли, сказали. Ребята, мы простые эти. Вот теперь будет у нас рабочее христианское государство. Идея замечательная. Братство народов, братство человеков, труда. Краше не бывает. Вообще, новая совершенно история человечества. Ага. А потом они сами превратились в пошляков. Понимаете, партноменклатура пошла. В плане, ну, хотя имеем власть, хотим денег. Поехали в Европу туда-сюда, теперь хотим жить так же. Что начали делать? Разрушать государство. До сих пор еще разрушают. Хотя живем на сухарях того государства. Что у нас? Ракеты откуда? Самолеты еще чьи? Все советское. Советский Союз и товарищи там, я не знаю, наследство товарища Сталина Берии еще нас защищают. Вон оно как. А теперь еще дожираем последнее. И опять ненавидим свой собственный народ. Ну, там телевидение, это быдло. Это то, что называется, это плебс. Это хрен знает что. Вот. Уже опять из гряди в княги полезли. Вон оно что. Значит, где корни? Там. Вот и все. Да. Я вас утомил, я понял. Допустим, вы в это верите, что сказали. А что это? Это история. Истории многое из того, что вы говорите, нет в истории. А чего нет, например? А чего нет? Там вот татарская ига не было. Татарская ига была у нас, что каждый решил там прийти. Татарин. Это они в истории даже не считали. Ну, хорошо. Я привезу вам книгу «Великая реформа», почитайте там. Ну, да не в этом. Во избежание спора я соглашусь, что так тоже было. Какое отношение это имеет к сегодняшнему положению моей души? Ну, никакого. 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 Я, допустим, буду это говорить, значит, чтобы всем надо. Ну, знаете, в чем дело? Ну, знаете, в чем дело? 25-летняя солдатчина, когда брали самых крепких мужиков, 25 лет держали под ружьем, а потом уже стариками выпускали, и лучшая часть населения превращалась в бобылей, пьяниц и так далее, конечно, это подломило генетику народа. Еще бы. Еще бы. И вот так это государство рубило людей, как говорят, через поляду. Вы так и не ответили. Почему? Почему? А потому что верховная власть... Во-первых, была чудовищная территория. Чудовищная, огромная территория должна быть централизована. Но централизация бывает разная. Ну, избрали рабский путь. За счет народа. Все за счет народа. Поэтому во время войны положили вот столько народа. 27 миллионов. Да. Человек уже не жаловывал. Его не жалко. Человек расходный материал. Вот вам и пожалуйста. Но, к сожалению, история позволяла так поступать. Понимаете? Почему это война была? Почему революция была? Только то, что воспитание такое было? Ну, ведь понимаете, любые события есть следствие предыдущих событий. История развивается циклами. Цикл это 120-150 лет. У нас жизнь какая? 70 лет? О! Мы смотрим сюда. А что было раньше? Контекст-то какой исторический? Мы не смотрим контекст. А давайте вопрос зададим по этим, по самым эпохам. Наступает революция. Да. В степняках Кравчинского читали что? Давно. Знаете? Ну там про штунду и прочее. Как они их преследовали. Неплохо пишут. Да. Забытый человек. Мы спросим. А почему? Вот уже в то время были сотни тысяч разных молокан, штунды. Почему ни один не участвует в революции? Из молокан? Никто не один. А потому что им это вообще и это происходит. Штунды баптисты никто не один. Ну потому что. Я вам еще больше скажу. Вы знаете какое войско во время, когда эта революция с 17 фронт продолжился. Знаете какое единственная дивизия, которая осталась верной присяге? Какая знаете? Нет. Скажу. Дикая дивизия. Да не дивизия, а Нахищеванский князь. Он один прислал таково время отречения. Дикая дивизия, которая стояла на фронте до последнего. И когда все уже к черту развалилось. Ни одного офицера там не было. Даже не то что убито. Вот. Они все ушли. После того как все рухнуло. Уже Октябрьская революция. Там уже хрен знает что творится. Ушли на Кавкан. Держать. Почему? Потому что достоинство, честь. Сказал. Обязан. А тут пошли делить землю. Вся эта армия. Вопрос остался в силе. Почему? Когда наступила революция. Такие обещания. Потому что это в них государство было. Землю. Все обещают. Почему? В этой самой деревне, в которой жили баптисты. Ни один не участвовал в революции. А через дом, где православные все пошли участвовать. Ну, опять же, баптисты были изгоями. Ни в какой заварушке такого рода они не хотели участвовать. Они были правы абсолютно. Это не наше дело. Это не наше дело. Это не наше государство. Это не наша территория. Ладно. Теперь продолжаем дальше. Чтобы увидеть, что ответ не такой, года советской власти. Ну, возьмем довоенные, послевоенные. Одна та же деревня. Баптисты, православные. На этой стороне адвентисты, дальше и иголисты. Варнии всюду участвуют. И во всех конфликтов только православные. А почему эти не участвуют нигде? А советская власть, сказать, гонимые, они презренные. А теперь одинаково со всех советская власть гнобила. Почему они не участвуют? Ну, во-первых, давайте так. Если мы говорим о баптистах или других, все-таки там есть элемент протеста, стало быть, веры. А что касается вот этих православных, так называемых, так как формальная церковь, формальная, видимо, вера, формальное православие. Значит, вот отсюда, видимо, все. Так я сидел в лагере когда. Со мной сидели два святителя Иегова. И когда разговаривали с Гончара один, вот, фамилия его, и он говорит, а я, говорит, вот сижу сейчас, брат подрастает у меня, чтобы старший брат отсидел, он по две годов всем, давали? Да, да. У меня, говорит, отсидел, говорит, отец, а за веру бабушка сидела и мама. Они все, они ни один не погибли ни в Афганистане, нигде. Ну, пошли, не погибли. Теперь, в Германии они назывались бибельфоршеры. Гитлер их давил смертным боем, Сталин давил, ни того, ни другого нет, а они есть. И они, если бы сегодня по их, как они понимают, оружие не брать, все, разоружение во всех странах веро наступило. Вы знаете, вот маленький нюанс. Не брать оружие, ну, это их закон, это некое моральное, как бы, кредо. Но давайте смотреть с таким способом. В этом мире все вооружены, все с оружием. Кстати, ваши же хасиды любимые, вот эти, юреи, да? Ваши любимые. А почему они любимые? Ну, вы их любите? Ну, как, из чего решили? За меня решили, мне сказать. Ну, вы так произнесли, что они вам дороги. Как, дороги перед Богом, я говорю. Ну, перед Богом. Не то, что мне там, это неверно ваше суждение, оно с вами поедет. Да. Вы сделали вывод. Я сейчас скажу, а у вас самые любимые назову, кого вы не любите. Ну, например. Да, ну, например. Ну, есть у вас нелюбимые-то? Да нет этого. Да нет, все равно нет. Да нет. Я здесь, вот я вам могу сказать, почему у меня проблема с иудаизмом. Во-первых, их вот эти хасиды, и не только, да, их ортодоциальные священники, они хотят государства своего. Они его отрицают во имя Бога, потому что они говорят, что это Божие, Бог там решит, и так далее, и так далее. Есть хороший анекдот. Хотите на эту тему? Значит, наводнение. Сидит еврейский раввин на взгорке, а вода прибывает. Подходит лодка. Рэбе, садитесь, надо спасаться. Меня Бог спасет. Вода прибавилась. Уже она там до колен дошла. Подходит вторая лодка. Рэбе, вода прибывает. Меня Бог спасет. И не отплывает. Третий раз, она уже здесь, эта вода. Третью лодку. Наконец, вода накрыла этого умника. Значит, он является к своему Богу. Говорит, слушай, Бог мой, я же был таким верующим в тебя. Я на тебя надеялся. А ты вот так меня сюда и... Я порву. Утопи тогда. Он говорит, ну и дурак. Говорит, а эти три лодки, которые к тебе подходили, это было что? Знаете? Да. Поэтому лодки подходят Бога дела. Богова. Ну а человек должен быть разумен. Так, мы возвращаемся сейчас по порядку. Что было в революцию. И что было, я соединяю эти все вместе эпизоды. Это все от того, что люди не знали воли Божией. И когда однажды один праведник в пустыне молился о времена императора Фоки. А он захватил, когда власть, военачальник был в Греции. А до этого царство Маврики. Знаете? Значит, еще одну вещь скажу, что вам было бы самое окончательно ясно. Окончательно ясно. Я человек военный. В том смысле, что воевал. Воевал. Я офицер. Значит... Ну вот если... Я пойму, что... Не потому что я герой. И не потому что я какой-то пушистый. Ну если встанет вопрос угрозы для России, я пойду у него. Для Россию. Потому что я ее гражданин рад. 4.30, Витя. Вот. Возьму любое оружие... Не знаю, махни мне рукой. Да. Возьму любое оружие... 2.30 сказать. Вот. Армяне, между прочим, хорошие офицеры и вообще полководцы. Да. Да. Вы слышите меня? Сейчас, сейчас. Нам нужно закончить. Узнать надо библиотеку-то. И мне махни рукой. Пока закрыто. Открыто или нет? Закрыто. Открыто? Закрыто. Потому что... Может быть и подошла. Потому что... Я... Относительно России это будет мой... Долг. Относительно моей Родины, Армении, это будет второй долг. Знаете почему? Потому что если Россия не станет, Армения не станет на второй день. А вот я Жене говорил, а геноцид армянский знаете кто устроил? Млаготурки, правильно? А кто такие млаготурки вы знаете? Кто они? А те, которые уже устроили один раз? Нет. Млаготурки это этические евреи. И все они, Таиланд, Энвер, Кямал, Ататюр, все и Солоник ребята. Которые пошли служить. А потом все это дело и сотворили. Никак не слышал. Почему они евреи-то? Ну вот вы не знаете, а я вам говорю. Не знаю. А я знаю, потому что я этой тематикой занимался. И вот... Никогда никто, нигде не в истории, нигде не указывался. А их друг был. Господин Павлов. Это речь идет о такой политической ориентации. И больше, и не меньше. Стоп, стоп, стоп. Млаготурки. Да и политическая ориентация. Вы что? Да. Господин Павлов шесть банков открыл в Европе. Ну это так. Ага. А он был их другом. И заплеменником. Смотрите, вот какая вещь. Вот какая вещь. Смотрите, какая история у нас жуткая. Поэтому вот так. Так я теперь на этот вопрос отвечу. Оружие возьму и с большим удовольствием. Это еще не изменилось. Это другой вопрос, что не изменит. Это не изменит даже на одну минуту. Ну вот что, возьму. Потому что это Родина. Родина нас защищает. Да возьмете, вы погибнете сразу же. Хорошо, замечательно. Но надо свою Родину очищать. Зачищать. Это мужская обязанность. И вот этот Фока. Да. Полковник. Да. Он захватил власть в свои руки, как Ленин. Да. И расстрелял Маврикия, его сыновей, дочерей. Да. И жену казнил. Так. И вот один в пустыне праведник молится. Господи, почему ты дал такую беду, такого злодея. И Бог ему ответил там на какой-то третий какой день. Говорит. Дал бы, говорит, хуже, но не обрел. Правильно. Значит. Так вот это по нашим делам. Вот это вот княжество, вот эти татары, вот эти коммунисты, фашисты. Дал бы хуже, но не нашлось за наше отступление от Бога. Это единственная причина. Один вопрос. Один вопрос. Вот я мужчина, правильно? У меня есть дети. У меня есть семья. Я отвечаю за свою семью и за свои пределы. В пределах? Я могу себе позволить. Вот пришел ко мне бандит и хочет, извините нас, там, не знаю, гаремию. Ну, я знаю тебе. Я что должен делать? Я знаю что. Я беру то, что под рукой и... Вам не дадут взять. Так, одну секундочку. Вас посолдили и все. Одну секундочку. Кого да, кого нет. Значит, и так далее. Значит, то же самое, ту же ответственность несет человек за свою страну, за свою родину, за свое сообщество. Нет, не так. Тогда, а как? Не так. Бог назначил выпить чашу. И чаша будет выпита. А патриоты, которые желали... Согласен с вами. Они все погибли. Согласен с вами. Погубили народ. Согласен с вами. Но вы правы в одном. Абсолютно я с вами согласен. Вы правы. Вы рассуждаете историческими периодами. От 150 лет до 1000 лет. Да, там все происходит по этому закону. Но мы живем на нашем периоде жизни по законам личной ответственности. И этот закон личной ответственности, он не может быть расширен, потому что мы сегодня отвечаем. В пределах не противоречия слову Божию. Да. В воле Божией. Вот можно быть великодушным и мыслить категориями тысячу лет, это когда ты защищен. А когда ты не защищен, понимаете, а тебе надо защищаться. Ты должен жить категориями, вот враг здесь, а ты встал против него. Хорошо. Вот ваше рассуждение во время, когда совершилась революция. Та же рассуждали на белой стороне. Они не понимали, что пришла эпоха смены. Они понимали, потому что были эгоистами. И хотелось жить хорошо. Они не понимали, что наступило время идти в плен. Все их время кончилось, да. Вот именно поэтому. Господь говорит, кому под меч, под меч. Кому в плен, в плен. Ведущий в плен сам пойдет в плен. Взяв снаружи, он погибнет. А потому что... Дело в том, что, знаете, вот даже Бунин, который был великим писателем и так далее, и так далее, он не понимал, что это пришел, наконец-то, долгожданный суд Божий. Или суд, я не знаю, человеческий, как хотите называть. Доигрались ребята, понимаете. Да. Игнорировали собственный народ, своего человека, который вот эту гигантскую страну сделал. Проругали Россию, говорит, на площадях. Да, да, да. И в это время хорошо жрали, пили, трахали, понимаете, извините, девок. И им было хорошо. И хотели, что? И думали, что это будет вечно. И это вечно. Вечно не бывает ничего. За это получили. Браво. И нихрена их считать цветом нации. Вот сейчас уже, ай, дворянство и так далее, и так далее. Да еще свою страну сдали. Свой народ предали. Свой народ кинули. Хватит. Смотрите, в первом послании к коринфянам... И сейчас, вот извините, вот эти, которые сегодня пришли, понимаете, эти, вообще, вахлаки, которые говорят, Москва, и так далее, и так далее. Вот они тоже сдают страну. В первом послании к коринфянам, 10 главе, 6 и 11 стих, два стиха. Апостол Павел перечисляет перед этим... Ребята, мы вам не прожужжали. Апостол Павел перечисляет события, какие были в древнем Израиле. Да. Как они не слушались Бога, гибли. И говорит, а это были образы для нас, достигших последних времен, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. То есть, это пример, оттуда брать надо. Не просто это историческое какое-то... Вы знаете, я занимался шумерской культурой, ассирийской культурой. И даже сделал кое-что на эту тему. Я понимаю, я узнаю прекрасно, откуда, что, чего они тут набрали, понимаете? Вот. Все эти ваши библейские и прочие истории, сказки. Вы бы сказали ваши сейчас. Ну, ваши, потому что вы Библию любите. Итак, теперь, ваши. А шумерские, это ваши. Шумерские наши, да. Вот теперь вы уже, конечно, не можете сказать, что вы верующие-то. Почему? Дело в том, что... Не можно сказать, что то, что откровение Божие, ваше. Дело в том, что я когда вашим любимым евреям говорю, ребята, когда ответьте на вопрос, откуда вы родом, а я-то знаю, откуда они родом. Вы знаете, как были нации, народы, которые как бы сегодня на поверхности, Хурите, знаете, кто такие? Не знаю. Ага. Амалеки, знаете? Амалеки. Амалеки-тянь. 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 Что такое Амалеки-тянь, как вы думаете? А там написано. Одну секунду написано, написано. Кто они такие? Я другого не могу отвечать. Амалеки-тянь. Почему враги, а не еврейского народа? Там у них есть праздник такой, это... Убей Амалека. Это что такое? Это означает следующее. Что? Когда Израиль шел, их было примерно... Я не скончил. 3-5 миллионов, то растянулись они на многие километры. И, конечно, позади шли более усталые. Кто-то закусик. Я не закончил. Женщины и дети. А он их добивал. Отставших. Кто добивал? Амалек. И Господь положил вражду и десятое колено Амалека не войдет в число народа Божия. Маленькая другая версия, не совсем еврейская. Можно? Там все описано. Какая причина? Вы знаете, если я пишу свою историю, я ее напишу такой, какая мне ходит. Нет, не вы пишете. Это Бог пишет. Это Слово Божие. Вы к нему относитесь, допустим, Библия, это еврейская история, которую написал Моисей еврей и Давид еврей. У вас взгляд абсолютно неверующего человека. Ну почему? Да потому. Остановитесь сейчас. Ваши рассуждения все верны для интеллектуально развитого мирского человека. Это стерильно чистый ум безбожника. Но человек верующий, он говорит, так написано. Заметьте, вы ниже сатаны не опускаетесь. Ниже сатаны. Господь беседует с сатаною, сатана наступает, бросится вниз, а Господь говорит, написано, и сатана отступил. Сатана говорит, сделай камни хлебами. Христос говорит, написано. Не хлебом единым жив человек. Сатана отступил. Я вам говорю Слово Божие, а вы ноль внимания. Сатана понимает, что в словах Божьих заключена такая энергетика, такая сила, что он отступает в страхе. А вы даже бесстрашно на эти слова идете. Я вам говорю, так написано в Библии. Это евреи для себя написали. Вы не просто выступаете как неверующие, а как враг веры. Вот это мне страшно. Это нельзя так. Библия это Слово Божие. Это абсолютный авторитет. Небо и земля приедут, исчезнут, но ни одна строчка, ни одна йота не исчезнет из Библии. Дороже небо и земли. На каком языке оно написано? Да зачем вам это знать? Нет, нет, одну секунду. На каком языке оно написано? На разных языках. Первоисточник. Еврейский. Арамейский язык. Арамейский это не еврейский? Евангелие от Матфея на арамейском языке. Это абсолютно не еврейский язык. Вы что говорите? Я говорю, на арамейском языке Евангелие от Матфея переведено. Остальной Новый Завет с греческого языка. С греческого. Это уже переводы последние. Сегодня это самое переводимое на все языки мира. Скажите пожалуйста, на каком языке написан первоисточник Еврии? Древнееврейский язык. Значит, древнееврейский язык. Считает тот язык, на котором разговаривал Арам. Короче говоря, и соответственно буквами. Правильно? Да, конечно. Что такое буква? Что такое буква? Да. Ну, это определенный знак, выражающий слог или целое слово. Правильно. Значит, буква имеет национальность? Буква не имеет национальность. Ну, как? Она говорит, какая-то национальность пользуется этой буквой. Так. Ну, она все-таки имеет, но скажем, греческий алфавит. Греческий, правильно? Ну, хорошо. На русском языке молдаване писали казахи, а сейчас переменили. Она не имеет национальности. Ну, как? Что за вопросы такие? Кто создал латиницу? Ну, что? Латиницу. То, в котором арамейские народы пользуются в северах. Значит, арамейцы это не иудеи, это не евреи. Правильно? Арамейцы. Это отдельный народ. Это целая народность. Это не одна народность. Значит, ну, допустим. И у них разные совершенно азбуки. Значит, вот единственное, в Сирии сохранилась арамейская деревня, где люди говорят арамейские деревни. То есть вы за чему сейчас говорите? Все. Общий результат. К тому, что Библия не от Бога. Нет, я хочу сказать... То есть вы все время... У вас вот где самая пропасть. Вы не верите, что Библия от первой буквы до последней написана Господом Богом и Еговой? Значит, вот здесь я очень аккуратен. Я говорю, абсолютный, точный перевод дает в русском переводе 1876 года, который мы раздаем. Переводили самые лучшие переводчики. Такие, как Хвольцин, Данила Абрамович. Я в Армении живу, вот передо мной Ара-Арарап. Вот такая стоит, да? И я на вершину этой горы зашел. Машет, машет. Ладно. Пошли. Пошли. Правильно.